Возвращаемся к Низким Татрам, к потрясающему отелю Гран-Ясна, который находится в непосредственной близости от подъемников. Отель очень красивый, отель семейный, отель с великолепным бассейном, спа, вот таким открытым джакузи. Это джакузи, это банька какая-то деревянная, все такое. Сидишь в баньке, паришься, над тобой проезжают лыжники вверху, которые едут на подъем. То есть в непосредственной близости от всего. Очень хорошие номера, номера все новые. Отель хорош тем, что он находится в непосредственной близости от подъемников и дает тоже акции. Акции постоянно от него есть, то есть и на Новый год, и на Рождество есть еще места. Безусловно, это не самая экономная в ценовой политике четверка, но, учитывая все его плюсы, безусловно, рекомендую для семьи, для туристов, которые катаются, и для детей, и для взрослых. И есть полностью весь фарш для того, чтобы чувствовать себя счастливым на Новый год и на Рождество. Естественно, здесь на плату не забываем новогодние, рождественские ужины. И вся инфраструктура низких татр к вашим услугам, татры у подножия и у вашего сердца. Все очень хорошо. И следующий такой нюанс по отелю. Обновится сейчас эта игра. Это шале-делюкс, которые были построены в 2011 году. Апартаменты, 9 апартаментов. Почему-то их пока еще нет у нас. Но они сейчас обновятся, экран. Не появятся. 9 шале. Мы уже говорили о том, что иметь свой дом с видом на подъемник, с видом на гору, или с видом на реку городную, которых очень много слайки. Это очень здорово. И плюс эти шале будут интересны для туристов, которые путешествуют большими компаниями. То есть, если, допустим, у нас много друзей, 9 человек, 7 человек, 3 по 3, 4 по 4, плюс собачка, плюс бабушка, плюс подъезжает дедушка, плюс внук уезжает, а кум остается. Это как раз тот самый вариант. Значит, в каждом из номеров тоже есть спа, небольшая либо сауна, либо комната для релакса. Рядом обязательно будет стоять джакузи на открытом воздухе. Это очень здоровая тема. И я так понимаю, что собакам это очень нравится. Они стараются во все новые отели вот это обязательно впихнуть, этот моментик, да? В номерах. Ну, они правы. Это такая действительно очень хорошая, здоровая тема. О чем зимой и летом, это в каждую пору года, это, в общем, как бы свои краски приобретает. Так это контраст. Сидишь ты вроде в джакузи, но на улице на морозе, а летом это зелень, красота, вокруг пейзаж. Вот, и свежий воздух. Это главное, это ключевое слово. Когда мы говорим о Словакии, это красоты, свежий воздух и вот такой наш релакс. Значит, здесь есть кухоньки везде, и здесь есть возможность питаться на завтраках. При желании у вас в каждом из номеров лежит меню. Вы можете заказать по телефону, и вам из отеля Гранд Ясна, поскольку эти две, скажем так, составляющие одного целого, привезут любой ваш заказ. Естественно, там, где есть кухня, то там есть и приборы, тарелочки, вилочки, бокальчики, ну и прочие, скажем так, утвари. То есть, все для такого отдыха, теплого отдыха, большой компании, домашней, то есть, все есть. Приехали как дома на даче, Словацкая дача. Теперь Словацкая дача. Теперь Словацкая дача, да. При этом тут есть специально обученные люди, которые ходят и, допустим, приносят дрова, если захотелось затопить камин, которые помогают что-то включить, если оно не включается. Ну, в общем, контролируют процесс и опекают. То есть, вот это вот четыре звезды Шаля Делюкс, потрясающий отдых, девять, еще раз напоминаю, девять этих апартаментов, все рядом и непосредственно завязано с инфраструктурой Гранд Ясна. Ну, и, наверное, визитной карточкой этого региона, все, кто когда-то был в Словакии, кто что-то слышал о Словакии, знают, что отель Дружба, Wellness Residence, это, что называется, ну, самый важный, самый главный отель в этом месте, да. То есть, это четыре звезды, которые находятся в низких татрах, непосредственно в близости от подъемника. Отель с бассейном, кстати, была реновация бассейна в этом году. Отель работает также на питание и завтрак за доплату новогодней ужины. и рождественские. Единственный такой момент, отель достаточно недешевый, и для туристов, которые определились ехать в этот отель, нужно понимать, что отель ведет политику выставления штрафов, если вы, допустим, забронировались в отель, а потом вдруг передумали. Ну, такое бывает. У него, короче, обидчивый отель. Обидчивый. Отель обидчивый, амнициозный. Вы понимаете, просто у отеля столько уже такая глубокая давняя история дружбы с туристами, и так он всем нравится, и так его любят, что он потихонечку-потихонечку повышает цену. Ну, нельзя сказать при этом, что понижается сервис, с одной стороны, но начинается усложняться работа нас, как туроператора и турагентов, и для вас, клиентов, нужно просто знать, что когда вы решитесь и поставите точку на отеле «Дружба», то обратного пути нет. То есть штрафы выставляются моментально с уходом e-mail на адрес партнеров. То есть это вот такой момент, который просто хотелось... Да, это нужно просто, да, действительно... Потому что по другим отелям, в принципе, можно ситуацию решать всегда, потому что бывают ситуации разные. Кто-то заболел, кто-то не смог, замена фамилии, даже тут этого невозможно. То есть это вот такой момент. Но отель в целом все равно очень яркий, красивый, интересный для семей. В свое время это было «Три звезды», и поэтому есть номера «Эконом», которые находятся в части «Три звезды». «Эконом» и «Стандарты» там, отель «Четыре звезды» – более реновированная часть. Там уже находятся апартаменты более люксового плана. Но действительно отель очень уютный, классный. Все для лыжников, все для туристов, которые хотят на хорошем уровне провести новогодние рождественские праздники. И вообще просто отдохнуть. Вот «Три студнички» – новый отель, о котором я хотела бы вам рассказать. Я когда первый раз увидела отель, во-первых, он находится рядом с горной рекой. Ну «Три студнички» – это, видимо, три горных источника или что это? Три источника, да. «Три студнички», да. «Три студнички». Да, «Три студнички» отель. «Три студнички» вообще очень много таких смешных названий в Словакии. Вот, но он находится рядом прямо с речкой. Вот это как раз три таких момента – камень, вода и дерево. Тут очень хорошо взаимосвязаны. Кстати, в отеле есть даже президентский номер. И когда вот мы были в отеле, номер президентский был буквально только недавно, ну, скажем, оставлен. И сказали, что был президент Словакии. То есть непосредственно в этом номере. То есть он не просто так президентский, он действительно президентский. Он действительно президентский. Он с камином, он очень красивый. Вот как раз вот слева этот номер вы видите. Значит, находясь в отеле, вы все время слышите шум воды. Это очень хорошо успокаивает. И в непосредственной близости, вот как раз за этим мостиком справа, находится спа-центр. И то же, что интересно, если, допустим, в студеную зиму вы любите нырять в холодную воду после сауны, то здесь это вариант не просто в холодный бассейн, а есть специальная дорожка к воде, к несущейся холодной воде горной. И держа за поручни, вы опускаетесь из сауны в холодную воду, получаете свой драйв, выныриваете, попадаете опять в царство спа, покоя. И это очень классно. И спа действительно востребована. Всегда туда приходят люди. И это гордость этого отеля. Они там проводят чайные церемонии. Очень много такого вот именно для релакса. Потому что все, что связано с сауной, в любом его представлении, должно быть связано ассоциативным рядом с теплотой, с уютом, с расслаблением. Но это, безусловно, то, ради чего ездят в горы, помимо катания и помимо просто смены обстановки. Поэтому «Три студнички» очень хороший, элегантный отель. При этом он тоже рассчитан на семейный отдых. Цена дешевле. Нет таких драконовских методов по отношению к туристам, как в дружбе. Есть даже детское меню. Есть большой детский, скажем так, детская комната, где с ними работают профессионалы и детям предлагают различные игры. Это не только карандаш, фломастер и телевизор. То есть стараются как-то максимально очень активно работать с гостями. Поэтому, естественно, маркетинг отеля я очень как бы респект высказываю. Потому что отель очень красивый, элегантный, хороший и рекомендую. Ну и один из моих любимых отелей, наверное, лично для меня. Он на меня произвел хорошее впечатление. Я так понимаю, что я в этом не одинока. Потому что очень многие туристы возвращаются в этот отель каждый год. Из года в год. Веллнес-отель Хапок. Находится он недалеко от Ясны, в низких Татрах. Также проходят Иринавасы. Ну, картинки, конечно, сказочные. Вот картинки, ну, просто прям, ну, вот открытки. Абсолютно. Вот так и в жизни. Вот такое вот много снега, вот такой камин, потрескивание дров, прекрасный бассейн, отличные номера. Кстати, есть, помимо стандартов, номера Family и апартамент Deluxe с камином. Это достаточно востребованные номера. Вот, к слову, на январь, после 10 января апартаментов с камином уже нет. Они все проданы. Вот. Ну, цена достаточно недешевая. Ну, отель хорошо знают, отель очень котируется, отель в числе топ-10 в Савакии, поэтому, конечно, безусловно, рекомендую, рекомендую, еще раз рекомендую. Таня, ну, мы вот сейчас еще раз говорим о низких Татрах, да, и это значит, что это для тех, кто, собственно, продвинутый лыжник. Продвинутый лыжник. То есть это для тех людей, которые знают толк, знают, имеют вкус и знают, чего хотят и чего нужно. И умеют кататься, и умеют, собственно, чаще всего и разбираются в отельной базе и являются такими, ну, не претензиозными, но клиентами, которые в состоянии оценить качество и сервис вообще в отелях. Вот, то есть Хапок именно для людей, которые позволяют себе совмещать профессиональное катание с хорошим уровнем отеля, кухни, потому что там великолепная кухня словацкая, не сказала, когда заходишь в отель, каждый отель, с моей точки зрения, ну, как и человек, имеет определенную, как бы, ауру, да, один веселый, другой грустный, один немножко, как говорят, подубитый, я в отелях, а другой совершенно реновированный, но холодный. Вот, так вот, отель Хапок для меня, вот такой идеальный человек, да, то есть прекрасный, очень такой спокойный ритм жизни, нет вот этих сумасшедших бегающих детей, как-то все это организовано, детская комната в одном месте, комната релакс с камином в другом месте, где можно выпить бокал Глинфейна вечерком с друзьями, да. Затем зона активного спорта с магазинами и где можно взять в аренду уже, если ты забыл, допустим, с собой взять костюм для горных лыж, то ты можешь там купить или взять в аренду, то есть все это настолько сбалансировано, распределено умным архитектором, который проектировал этот отель, что еще раз хочется сказать респект отелю. И поэтому его любят, поэтому его ценят, и в целом цена, которую отель выставляет, я считаю, абсолютно соотношение цены и качества очень удачное. Конечно, хотелось бы, чтобы он стоил дешевле, но, как мы знаем, дешевый сыр только у мужиков, правильно?